здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска друзья ни разу вам в этом году не показывала свою рассаду ну потому что сеяла и черенковала достаточно поздно потому что не хотела очень рано всем этим заниматься и вот буквально недавно растения вступили в ту фазу когда есть на что посмотреть предлагаю пробежаться по моим стеллажам посмотреть что в каком состоянии ну и по ходу дела может быть что-то буду говорить по агротехнике ну и какие-то может быть еще свои заметки не отходя далеко сразу покажу вот здесь вот такой вот уголочек где у меня расположились бегонии я сегодня здесь в рассадной прибралась у меня тут не сказать что уж сильно уютно ну так как есть в общем то мне здесь самое главное место хватает вот эти столы они мне нужны для того чтобы на них производить все работы пикировка черенкование перевалка и так далее без них никуда на окне у меня нет штор потому что всегда на окне стоит какие-то растения в общем это комната она вот такая вот у меня техническая дверь сюда закрывается сейчас уже позволяет погода оставлять окно открытым на ночь конечно когда заморозки то я открываю только форточку но если знаю что плюс оставляю окно полностью открытым и здесь создается такая оптимальная ночная прохладная температура чтобы растения постепенно закалялись привыкали к пониженным ночным температурам и таким образом рассаде будет легче адаптироваться на улице как я уже сказала вот здесь меня бегонии это череночки которые я выращивала с августа месяца 2023 года получается им уже девятый месяц это конечно уже не черенки это большие полноценные растения которые растут в трехлитровом транспортировочном горшке естественная все эти растения уже под подсветку на стеллаже не помещаются я их приспособила здесь вообще вот эта подсветка была сделана моим мужем для фуксиевых деревьев специально но фуксиевые деревья я уже не выращиваю но подсветка все равно пригождается особенно вот когда уже просто невозможно поместить на стеллаже она очень сильно спасает конечно света здесь немножечко поменьше получается но зато разместить можно много бегонии и если есть такая надобность видите можно даже выставлять второй ряд просто такие старенькие тульчики в ряд выставляю их на них еще по одному горшочку меня помещается недавно наверное недельки две или три назад я обработала от клеща потому что очень долго не обрабатывала свои бегонии уже увидела явное поражение этим вредителем все тянуло тянуло но успела вовремя потому что после обработки бегония конечно сразу ожила по сортам я здесь особенно сейчас вам сильно говорить не буду еще только скажу что я совсем недавно перестала их прищипывать именно с того момента когда перенесла их под вот эту удобную подсветку и вот видите они сразу начали формировать бутончики очень она хочет свести потому что она всю зиму выпускала мне бутоны а я все время прищипывала ну поэтому и кустики получились очень очень пышные видите сколько здесь побегов даже трудно рассмотреть настолько пышный куст вот там на задворочках стоит у меня клематис этот клематис я укореняла пришпиливание побега от маточного растения и осенью это небольшое растение я посадила в горшочек и отправила зимовать в подвал не потому что я боялась что это растение вымерзнет а потому что это растение мне нужно было для размножения я уже буквально вчера срезала плеть нарезала на отдельные череночки эти здесь вот они стоят эти у меня череночки нарезанные и вся моя предстоящая работа мне кое-что нужно здесь перевалить нужно попикировать томаты несмотря на то что они у меня росли под подсветкой почему-то очень сильно выделяется но это ничего страшного я по семидольке все это дело заглублю и будет нормально здесь это же семенные бегуни пора переваливать в пол литра даже видно уже по листочку голодания льнянку нужно распикировать но я наверное буду прям букетным способом вынимать все эти растения и в один стаканчик их помещу прищипывала недавно бататы очень жалко было выкидывать поставила в стаканчик вот видите полно корней уже тоже нужно пересадить но я не боюсь бататов никогда не бывает много если что-то пропадет батат всегда спасет заговорила стихами вот здесь вот сухо цвет это подарочек от какого-то интернет-магазина тоже букетным способом высевала здесь уже просто живого места нет срочно просто нужно пересаживать пересыхает очень быстро даже за сутки нужно подходить и поливать пару раз и вот печальку вам хотела показать помните бегуни о которой мне пришла от моей подписчицы она с подгнившим корешком была причем здесь был не корешок вот видите вот такой маленький маленький клубенечек и вот прям от этого клубенька здесь вот вот эта часть вся прям видно да подгнившая ну вот так вот гонялась я гонялась за этой бегуни франк франк грант ну и в результате придется дальше гоняться будет повод сделать заказ виоле и еще не показала две бегуни это элотиор бориас я недавно тоже наверно месяц назад и хорошенечко подстригла и вот сейчас уже такие приличные кустики наросли я их пересадила в керамические горшки это уже конечный вариант только подсыплю осмокот и в этих горшках эта бегуния будет расти все лето так здесь у нас рядом открывается вид из окна может быть не очень такой красочный прям еще серо-серо на улице но мы посмотрим на подоконник на подоконнике у меня уже зацвела фуксия не то чтобы зацвела даже начинает вот эта первая волна потихонечку отсветать и фуксия начинает набирать вот эти вот новые побеги которые уже наверняка будут цвести в мае в общем фуксию я достала наверное где-то в начале апреля может в конце марта ничем ее не прикрывала ничем ее не опрыскивала замечательно она перезимовала я ее не обрезала я ее не вынимала из этого горшка вот она вот как росла со всей этой листвой с этим же горшком я ее спустила в подвал и она просто великолепно перезимовала наверное я так думаю в этом и есть весь секрет ее хорошей зимовки то есть она естественным образом ушла в сон и просто я ее в конце зимы достала начала аккуратненько поливать и она очень легко и быстро проснулась и вот видите даже зацвела фуксия это она быль я очень люблю эту фуксию я вообще фуксии люблю но я устала бороться с белокрылкой хотя я убрала все фуксии на белокрылка в моем саду осталось но она как-то так дозированно у меня живет на определенных каких-то растениях ведет себя деликатно не нагло не поселяется везде и я даже знаю места где она любит обитать и поэтому я просто эти растения более тщательно обрабатываю причем не тэпэки а обычным своим аллатаром и в принципе популяция ее уменьшается и мне этого достаточно но конечно когда много фуксии белокрылка слетается наверное со всего поселка поэтому я вот и от нее в таком большом количестве отказалась но одну хотя бы хочется иметь просто чтобы сказать да я умею выращивать фуксию у меня есть фуксия ну и вообще просто полюбоваться у меня мама очень любит этот цветок она прям говорит что это самый любимый из всех тех цветов которые я выращиваю поэтому еще и ради нее так дальше бугенвилле вот так хорошо наросла это в прошлом году был череночек подарок от гречишниковой любови из новосибирска тоже уже было одно цветение я его обрезала вот это второе цветение мне кажется что ей хочется на улицу и там она себя конечно покажет уже во всей красе я ее немножечко подкормила каким-то комплексным долгоиграющим удобрением сейчас точно не скажу но это не осмокот в общем то что было под рукой она как-то очень хорошо отреагировала сразу стала нарастать вот выпустила вот эти вот новые побеги и вот пытается цвести здесь же на окне у меня луки лук это моя боль это моя беда он у меня никогда не получается ну такой вот он у меня нищенский я сказал что это был последний год когда я его сеяла просто больше не хочу а вот это вот лук декоративный вот так вот он выглядит я знаю точно что у него в любом случае есть время для того чтобы нарасти потому что это лук зимующий в грунте вы не нужно выкапывать он не вымерзнет и поэтому я тут даже не переживаю даже несмотря на то что такая маленькая рассада я думаю что он в свое время наберет силу и покажет себя во всей красе и последние два растения которые на окне это маточник дихондра и маточник вербейника в этом году маточник вербейника но просто неприлично маленький но все равно я успела начеренковать но маточник прямо так сказать выглядит хуже чем те черенки которые я с него брала но все равно не выкидываем пригодится дихондрочка вот так вот выглядит здесь его очень много с этого маточника сняла сама сева он прям просто прорастал по всей поверхности грунта и в принципе у меня набралось нужное количество растений но и сам маточник естественно куда-нибудь буду обязательно подсаживать перемещаемся на стол сейчас здесь временно стоит вербейник и три ящичка с рассадой питуней для моих друзей для моих соседей сегодня я провела так называемую ревизию по рассаде оставила все что мне нужно для моих проектов цветочных и все что не нужно но как не нужно да просто лишние рассада тана вот посмотрите вся одинаковая то есть туда же выбирать не приходилось только исключительно то что было лишнее по сорту по цвету ну и рассада вербейника сейчас стоит на столе просто потому что я убиралась а так она у меня стоит на полу вот здесь вот вдоль стеллажей на него попадает какое-то количество света ему в принципе этого достаточно вот такие вот хорошие кустики наросли вот есть очень хорошие вот такие вот да ну корневая вот у него на начальном этапе развития не очень большая можно было даже не давать пол-литра просто я в этом году всю рассаду выращиваю в пол-литровый стаканах кое-что есть у меня в 200 граммовых но очень мало и в принципе вот это тоже можно было в 200 грамм спокойно выращивать все было бы замечательно я сильно не прищипываю потому что я уже заметила что вербейник если сильно щипать то есть будет в такая вот круглая кочечка которая потом будет очень медленно осваиваться в кашпо и ей просто не дадут соседи полноценно развиваться поэтому у вербейника должны быть хорошие длинные плети чтобы его соседи не притеняли он мог более-менее хорошо развиваться но и и конечно нужно учитывать что вербейник но не надо сажать с такими мощными ампельными петуньями я люблю миксовать его с калибрхуа с какими-то не очень рослыми колиусами вот такое количество вербейника я в этом году зачеренковала и мне кажется что маловато я по его вообще подсаживала везде очень мне нравится это растение декоративное просто от самого начала до конца вот в прошлом году я маточник подсаживала в 17 литровое кашпо в микс и там уже плети были такие сформированные длинные и это кашпо потрясающе красиво смотрелось уже в начале июня хотя калибрхуа там еще полноценно не зацвела но вербейник создавал вот эту вот праздничную яркую картинку ну и давайте посмотрим на первый стеллаж вот так вот он у меня выглядит здесь преимущественно петунья но там внизу у меня сборная соляночка давайте начнем прямо с верхней полки я конечно это долго задерживаться не буду вот так вот общим планом покажу что рассада петунии как и в принципе каждый год неплохо развивается все у нее хорошо и корневая у нее развивается полноценно но это не самый лучший вариант это просто схватило то что то что было всю рассаду я конечно же прищипываю во первых для того чтобы она друг друга не притеняла во вторых чтобы сформировать хороший пышный кустик вот сейчас невооруженным взглядом вот здесь прям видно да сделана прищипочка причем центрального побега у ампельной петунии я спокойно это делаю потому что ампельную петунию я подвешиваю я не вижу там никакой лысины даже если она есть меня это никак не волнует мне самое главное чтобы спускались красивые длинные плети с тайдалом в этом году я немножечко просто волосилась обычно я его не прищипываю в этом году я просто поленилась посмотреть что я прищипываю и оказалось что это был тайдал сильвер черри я выращивала из черенка и черенка я прищипываю абсолютно все петунии просто я об этом немножко подробно говорю потому что остаются вопросы а как прищипывать а что прищипывать в общем-то прищипываю я все единственное говорю что мне показалось что тайдалы из семян выглядит намного лучше если у них не прищипывать центральный побег но это сугубо мое личное мнение я знаю что так делают немногие так считают не все поэтому это только мой личный опыт если он вам подходит перенимайте нет значит прищипывайте просто делайте эту прищипку регулярно не давайте боковым побегом вырастать очень длинными потому что если вы сделаете прищипку центрального побега и дадите развиваться полноценно не прищипывая боковым побегом то вот как раз таки в этом процессе и образуется лысая серединка но если вы прищипнете центр и будете на уровне вот этого стаканчика регулярно все побеги боковые прищипывать то конечно никакой лысины не будет и в этом случае просто здесь нужно более тщательно следить за тем чтобы побеги боковые не перерастали и вовремя их прищипывать вот и все и будет вам счастье как говорится просто не всегда удается в этот момент отследить поэтому проще оставить центральный побег и не заморачиваться но все равно место-то ограничено поэтому приходится регулярно следить за прищипкой боковых побегов поэтому хотите прищипывайте не хотите не прищипывать у меня есть даже отдельное видео что каждый по-своему прав так вот здесь вот у меня петуния wave pink в основном вот здесь у меня пиндолина она такая компактненькая здесь dark eyes вот здесь вот red конкретно по сортам сейчас не буду даже показывать потому что очень неудобно верхняя полка вот здесь вот у меня рассада петуния wave lavender это из черенков много рассады вот посмотрите этот эта вся полка это все одна и та же петуния просто она у меня пойдет и за ворота в этом году и из нее же я буду составлять петуниевое дерево многие спрашивают в каком будет цвете в этом году петуниевое дерево будет разноцветное то есть из трех петунии wave purple classic wave lavender и wave pink сейчас поднимаю стаканчики чувствую легкие очень часто ориентируюсь именно на вот этот момент подняла стаканчик легкий значит пора полить несколько слов хотела сказать про вот эту петунию она мне кажется какой-то слабенькой не очень выносливый конечно цыплят по осени считают посмотрим как она будет развиваться в течение лета но у меня выгодная ситуация я везде и буду высаживать в паре с другой петунией и даже если на петуниевом дереве пропадет например там несколько растений все равно общая картина не потеряется поскольку нет заявки на то что это дерево будет однородным поэтому все будет смотреться достаточно органично это кстати такой приемчик которым можно с успехом пользоваться чтобы не образовывалась лысины да когда пропадает какое-то одно растение из общей композиции ты потом носишься и не знаешь где добыть такой такую же расцветку а здесь будет такое вот разреженное разноцветное сочетание и будет даже незаметно если кто-то пропадет перебираюсь на следующую полку и хочу продолжить что греха таить у всех у нас бывают выпады это это не хорошо и не плохо это обычное дело самое главное не надо расстраиваться просто я всегда имею себя какой-то запас вот я прям пишу себе дан план вот сюда я посажу вот эту петуни вот сюда вот это растение и потом у меня отдельный листочек это запас то есть вот если у меня пропадет здесь у меня вот на запас вот эта петуния но конечно много я запаса не держу потому что разом все 5 вся петуни не пропадет не выпадет но хотя бы растений 8 у меня всегда про запас висит у меня тоже есть место я иногда даже не пользуюсь этими растениями они так у меня растут до самой осени но зато я спокойно что мне есть всегда чем заменить здесь у меня тайдалы вот здесь вот черри вот эти вот два сильвера вот видите макушки нечаянно прищипнула но вот вовремя вовремя я начала прищипывать боковые побеги и здесь все все будет хорошо здесь у меня опера blue ее тоже будет достаточно много в этом году она мне пойдет в доле длинного цветника и про запас 2 опять же вдруг из них кто-то пропадет а вот это вот петуния лимба с ней я буду составлять композиции на окнах к ней там еще будет подсажен колокольчик арпатский дихондра ящички будут новые тема мне их должен вот в скором времени доделать я их покрашу я думаю что это будет очень симпатичный проект обязательно конечно вам все покажу здесь хотела заострить ваше внимание на вот этом вот моменте видите листочек такой деформированный да вот люди спрашивают что у спетунии вот это явный недостаток кальция вот по крайней мере сколько я читала сколько я наблюдала сколько я пыталась решить эту проблему не то чтобы пыталась да я ее успешно решала с помощью препаратов кальция и действительно оказывает что не хватает именно этого микроэлемента растение хочет расти быстро у него достаточно питания но скелет вегетативной массы он слабый и ткани идут на разрыв и получается вот такие вот бугры поэтому просто по листу обработать хелатом железно или полить под корень в общем-то все это рабочие варианты вот часто какая-то проблема она проявляется у конкретного сорта например петуния wave pink очень любит холорозить то есть ее часто нужно обрабатывать микроэлементами по листу и тогда с ней все хорошо вот как оказалось олимба вот она видимо чувствительно к кальцию поэтому все вот эти вот моменты конечно желательно бы знать чтобы уметь в какой-то конкретной ситуации помочь своему растению и вот такая вот красочная нижняя полка здесь у меня поместилось все-таки две бегонии солений роуз здесь у меня сбоку ютится колиус из семян это от светлана лариса от семена вот здесь вот такое вот ампельное растение яснотка по-моему вот так вот выглядит пеларгония я ее не пересаживала за всю зиму ни разу просто подкормила вот она периодически отсушивает листочки но в общем-то жива и слава богу не буду я уже заморачиваться перевалкой уже пойдет в основную композицию вот это вот колиусы такие подрощенные очень изрядно подрощенные посмотрите какие они огромные и красивые они уже сразу пойдут у меня в композицию не стала утилизировать эти маточники давай им больший объем это не очень так здорово красиво разрослись там на заднем плане тоже бегония это персиковая элотиорка вот здесь вот новый плектрантус от любови к речишниковой вот второй стеллаж он такой разношерстный здесь петунии только одна полочка наверху там бегония драгон двинг red сейчас немножко поближе покажу здесь преимущественно опера белая тоже видите вся на прищипочки возраст у черенков тоже разный вот звук увидите совсем малыши таких растений у меня шесть штук это я вот про запас черенковала что-то мне показалось мне не хватит это еще wave lavender вот корневая здесь это вот такой вот хороший вариант есть вот такие вот экземплярчики поменьше сами ну и корневая у них соответственно еще не такая мощная здесь у меня два ранних огурчика это зоозуля шикарные ботаты как я их люблю конечно любовь навеки вот если какие-то растения у меня периодически появляются да и потом как-то плавненько уходят и не возвращаются я совершенно не жалею об этом то ботаты такое растение которым я прикипела наверное однозначно и надолго вот я их выращиваю наверное четвертый год и любовь моя совершенно не остыла к ним потрясающе яркое растение вот это вот по типу колиусов да это радость это яркость это контрастность потому что вот этой зелени яркой сочные да ну вот колиусы они не только зеленые они там могут посоревноваться даже с цветущими растениями в общем вот этого праздничного нарядного листа конечно в саду всегда не хватает по крайней мере в моем точно поэтому это растение для меня я с удовольствием его выращиваю 10 пестролистный батат выпускает очень длинные плети это тоже особенность этого сорта и когда очень длинную плеть выпускает я просто ее прищипываю и ставлю опять укоренять но сильно низко этот батат я никогда не щипаю в принципе как и салатовый батат как и все бататы я стараюсь их не щипать потому что когда высаживаешь их в общую композицию хочется сразу видеть от них эффект ампельности и вот этот центральный побег который свешивается создает нужный эффект следующая полочка выглядит вот так здесь я слишком поздно начеренковала вот это вот прекрасное растение называется он чабер дугласа медленно развивается на начальном этапе развития вот я в этом году поздновато все-таки его начеренковала вот я буду это учитывать на следующий год и буду его черенковать в начале февраля все-таки начало марта это для него поздно 200 граммовый стаканчик даже не стоило ему давать он спокойно освоил 100 граммовый и из него бы я и высадила в основное кашпо в общем то вот видите он весь в таком состоянии весь маленький но я думаю что он все равно нагонит вот здесь у меня ряд белые лобели и вот здесь колокольчик карпатский тот который у меня заплесневел в контейнере я уже думала что не взойдет это колокольчик карпатский обычный который потом сильно так разрастается и такими длинными плетьями свешивается и я придумала в этом году его использовать в цветочной композиции к однолетним цветам в частности вот буду сочетать как я уже сказала с оперой лимба друзья последняя полочка на этом стеллаже я поднимаюсь на стульчик чтобы вам показать вот так вот выглядит дихондра это вот тот самый самосев который я собирала в течение всей зимы сначала выращивала растения в 100 граммовом стаканчике укладывала по кругу плети чтобы было больше корней и затем уже перевалила в 0,5 этот объем не сказать что сильно освоен но и время еще есть но в общем то здесь очень комфортно места много спокойненько себе развивается а вот так вот выглядит бегония драгон вингред это конечно бегония очень быстро растущая вот я ее посеяла в начале февраля по моему то ли первого то ли второго вот посмотрите на середину апреля это полноценные кустики готовые для высадки в основной кашпо я прищипывала наверное раза два то есть центральный побег и потом еще два или три побега я прищипывала по бокам еще хотел обратить ваше внимание что бегония драгон вингред имеет вот такую вот особенность сегодня в телеграме по моему кто-то спрашивал по поводу деформации листа я ответила что иногда это бывает особенность сорта вот здесь в данном случае это особенность сорта я тоже когда первый раз ее выращивал думал что что то с ней не так то ли клещ то ли вирусное растение в общем подумать можно что угодно лист очень крупный и он вот в этой почке сложен как-то наверное в несколько раз поэтому когда он раскрывается он вот такой вот неказистый весь кривой помятый но потом по мере роста листочек выравнивается и все с ним хорошо поэтому если вы выращиваете эту бегунью ты вот взяла другой экземпляр не пугайтесь вот этого момента это для нее норма здесь еще немножко колиусов вот таких вот ярких праздничных я в них потихонечку влюбляюсь все больше и больше когда начинала только выращивать колиусы честно говоря почти была к ним равнодушно и оставляла их просто думаю но еще годик посмотрю но еще годик посмотрю и в этом году поняла что да я люблю эти растения я буду каждый год оставлять я не знаю длинные наверное видео получится но кому интересно тогда смотрит следующий стеллаж третий выглядит вот так он тоже здесь весь тут намешанный но тут есть только вот одна такая рассортированная полочка здесь только колиусы вот просто так со стороны посмотрите я не выключаю свет потому что если я выключу ничего не увидите не очень яркий свет в самой комнате поэтому плохо будет без подсветки я хочу обратить ваше внимание вот именно на сочетание на композицию вот сейчас они все стоят вместе скучно и это уже вазон это уже красиво вот здесь вот полочка с с малышами здесь преимущественно многолетники выращенные из семян и однолетники которые я буду выращивать в огороде исключительно для снятия урожая вот эта статица желтая и розовая то есть у меня цель вырастить себе сухоцветы на букет вот я думаю что вот этого меня будет вполне достаточно очень интересно и красиво выглядит рассада дербейника оставила себе только три растения вот два растения в один стаканчик посадила и в другом стаканчике одно растение прям нравится как она развивается вот сам листочек такой вот чем-то похож на эти на катарантус такой блестящий в общем очень приятно просто смотреть на рассаду вот здесь вот целый ряд гамфрены тоже высаживала где-то по одной где-то вот видите вот по два растения увидела это растение на одном англоязычном канале очень красиво она выглядит в композициях похоже на клевер загорелась и нашла название этого растения заказала семена вот прекрасно все взошло и растет посмотрим как будет свистеть рядышком здесь вот шалфей мучнистый сегодня сделала ему первую прищипку наверно надо было пораньше но я думаю не страшно дальше вот здесь вот вербена банарская тоже очень нравится как выглядит рассада листочек прям вот вербена и вербена вот те кто выращивал тут вот вербену ампельную для составления цветочных композиций вот внешне очень сильно похоже но это многолетник с таким ажурным цветением вот на пробу себе два стаканчика посадила если понравится потом буду размножать печалька у меня произошла с алисумом скальным я так долго пыталась его вырастить в этом году он у меня прекрасно взошел но почему-то все сеницы загнулись вот остался один единственный я на него не дышу просто очень хочется у себя развести это растение именно в квадратном цветнике когда весной вот там у меня цветут луковичные и там много у меня арабиса флокса растопыренного и вот еще хочется добавить желтого цвета с помощью алисума скального ну вот никак у меня никак не получается если еще это растение пропадет но прям не знаю что с ним делать вот еще три стаканчика ибериса это я буду на горочку подсаживать потому что кое-каких товарищей оттуда хочется убрать в общем когда буду делать обзор горочки скажу каких и по какой причине в этом году ковыль тончайший вот такой то есть не получилось у меня золотой середины в прошлом году я слишком рано посеяла в этом году слишком поздно вот нужно будет найти какую-то золотую серединку конечно очень маленькие растения в композицию даже страшно подсаживать просто потеряются это вот у меня три ампельных катарантуса красных тоже не знаю буду ли подсаживать в композиции потому что медленно развивается надо чуть-чуть тоже пораньше посеять вот так вот выглядит скобиоза многолетняя пока даже не знаю куда буду подсаживать тоже выращиваю на пробу посмотреть на растение вот здесь вот розовый арабис очень мне нравится это растение вот именно в белой своей своей форме очень красиво нарядно цветет и если в пару во время цветения белого арабиса будет еще цвести розовый это конечно будет картинка очень завораживающие вообще обожаю почему покровники я обожаю свою горочку я просто там отдыхаю я люблю там работать я люблю там полоть я люблю там сажать и поэтому вот это для меня такое место силы место релакса а это вот тот самый декоративный лук который я рассадила в контейнер два семечка посадила отдельно в стаканчики вот здесь меня целый ряд желтого гравилата и всего два гравилатика красных какая-то схожесть была не очень хорошая но вот два штучки есть думаю что с ними тоже все будет хорошо потому что выпадов в принципе из гравилата не было все что взошло все хорошо растет а это вот и проклюнулась песчанка горная все три семечка тоже в один стаканчик поместила у меня в принципе есть уже песчанка горная но это будет моя гордость выращенные семян а вот это вот я покупала семена бегонии нон-стоп white для экспериментов со своим грунтом у меня такая же бегония была посеяна в начале февраля она тоже хорошо взошла вот она кстати один из экземплярчиков который еще рано пересаживать это самый маленький вот из того посева а вот так вот выглядит елочка из семян она очень хорошо начала развиваться появились корни но вверх почему-то стоит на месте вот единственная одна елочка которая тронулась в рост и она прям активно растет вот остальные вот просто замерли на одном месте а вот здесь у меня рассада вереска этот вереск мне пришел в подарок с другими семенами из интернет-магазина не помню какого соло или было и честно говоря даже не надеялась что он взойдет но он взошел и вот видите более того он уже тут дал две или три пары настоящих листочков уже пора его прищипнуть здесь кислый торф и немножко удобрений в общем-то все пока идет по плану вот здесь вот будра плющелистная и 4 брахикомы брахикомку регулярно прищипывала она уже набрала цвет но тоже сейчас прищипывать не буду это для композиции здесь немножко черенковой петунии для еще одного хорошего человека попросили здесь посеяла морозник кавказский просто забыла что его выложила на подоконник на стратификацию и работала тут перед домом смотрю думаю что это за пакетик там лежит оказалось морозник но я все равно попробовала посеять не знаю что из этого получится нижняя полочка выглядит вот так здесь у меня преимущественно бататы пестрый листный я вам уже показывала это с бронзовым листом здесь хочу отметить вот такой вот момент с этим бататом это оедема вот такие вот сахаристые выделения на листочках это никакая не болезнь это просто вот особенности распределения влаги растения по тканям но как-то вот она особенным образом реагирует говорят что перелив там недолив и так далее я скажу что это особенности конкретных растений бывает такая история на перце кстати недавно в телеграме тоже кто-то присылал фотографии кстати вспомнила что я не ответила если сейчас смотрите это вам тоже ответ что с перцем ничего страшного такое вот бывает он выравнится когда его высадишь на основное место хотя по овощам я я не спец просто это похожая проблема вот такой вот фиолетовый батат вот тоже смотрите да фиолетовый батат с резным листом все с ним хорошо одинаковые условия и подсветка и полив и удобрение все все прочее и грунт кстати все время спрашиваете чем я подкармливаю рассаду я не подкармливаю рассаду я просто немножечко добавляю в грунт при пикировке при перевалке удобрение фертик универсал 2 вот это вся моя подкормка буквально вот не полная столовая ложка на 10 литров может даже чуть-чуть поменьше этого будет достаточно и вот я хотела показать да еще один фиолетовый батат только вот с другой формы и листочку вот у него есть вот эта же проблема что и на бронзовом вот это самое оедема так что это ничего страшного просто особенность конкретного сорта самая верхняя полочка на этом стеллаже выглядит вот так здесь у меня бетуния для матушки с которой мы дружим вот мы с ней давно уже договорились она меня попросила чтобы я вырастила для нее рассаду в общем она остается на стеллажах потому что еще не сегодня уедет хозяйки поэтому будет пока здесь находиться очень маленький плектрантус вот такой пестролистный тоже поздновато его зачеренковала вот все себе пометки сделаю что некоторые растения нужно просто пораньше черенковать ну и вот здесь тоже дихондра тоже самосевчик еще хотел сказать что когда я пересаживаю в пол-литра я также продолжаю на первых парах пришпиливать побеги чтобы вся поверхность грунта в стаканчике была в корнях здесь у меня три петунии которые я сеяла в январе месяце я с них снимала черенки вот сейчас я уже пересадила их в 3 литра вот эти петунии живут обычно не очень долго это исключительно вот на раннее цветение почему-то вот они у меня не доживают до конца сезона я не знаю с чем это связано может быть потому что я пересаживаю в 3 литра торфяного грунта хоть я здесь и намешаю но все равно как-то это влияет либо то что петуния очень продолжительное время формируется под искусственным освещением не закаляется на улице я не знаю с чем это связано но уже замечено что петуния посеянная рано она менее устойчивая и быстрее приходит в негодность поэтому я сею всегда исключительно в конце февраля начале марта это вот такая вот красная такая дата для посева петунии я уже ее отработала в течение многих лет а вот это вот бегония выращенная мною из семян в позапрошлом году в прошлом году клубенечек проснулся я его прорастила он был небольшой он дал какой-то свой результат но в этом году это был полноценный хороший клубень он был абсолютно чистенький здоровый без каких-либо подгниваний вот он у меня уже благополучно весь пророс я уже сделала прищипку и твити из пазух листьев уже пошли боковые побеги и тоже делаю вывод что вот такие вот клубневые бегонии нужно проращивать как можно раньше то есть отсчитываем 3 месяца отдыха от момента когда мы бегонию отправили на покой и спокойно достаем на проращивание потом просто регулярно прищипываем и получаем хороший объемный куст потому что вот эта бегония уже супер объемный не будет если бы я ее достала чуть-чуть пораньше и несколько раз сделала прищипку конечно она была бы более внушительных размеров это бегония sandancer salmon очень красивые такие вот лососевые розочки и еще два ящичка это подсветка самая первая которая у меня была у меня пять таких ящиков но пользуюсь я сейчас только двумя они все рабочие просто нет сейчас надобности потому что тема сделал три стеллажа полноценных и они у меня используются только если мне не хватает места здесь у меня исключительно питунья wave purple classic и вот здесь вот wave carmin velour она всегда очень сильно отличается внешне от другой питунь и она такая крепкая выносливая очень красивая в рассаде ну и конечно цветет она потрясающе я очень люблю эту питунью и немножечко здесь питунь и limbo и еще одна полочка здесь преимущественно калибрахуа немножко остатки питунь и которые не вошли на стеллажи и питунь и тумбелина тоже питунь и которым можно пораньше черенковать достаточно медленно развивается вот калибрахуа тоже видите в разном состоянии я ее активно прищипываю но самое мощное всегда это желтая но я и черенковала ее чуть-чуть пораньше самая скромная всегда красная это вот эти вот экземплярчики поэтому я люблю красную калибрахуа вегетативную миксовать с вербейником они просто замечательно друг другу уступают место я прошлом году вам показывает потрясающий микс и в этом году обязательно буду его повторять ну и конечно традиционно наверное уже третий год подряд я буду повторять микс из тумбелины пока вот она еще не завирусила сколько лет я ее выращиваю пока все хорошо я буду делать этот микс потому что вдруг больше не предоставится такой возможности возьмет уйдет вирус и все можно будет только смотреть на фотографиях к ней же я всегда подсаживаю синюю калибрахуа и розовую но в этом году немножечко освежу этот микс брахиком и не знаю дадут ей ли ей развиваться соседи потому что она какая-то такая очень деликатная девочка но мне кажется если все-таки получится эта задумка она добавит какой-то определенной воздушности нежность этому миксу он и так очень такой деликатный но брахикома придаст этому миксу особенный шарм вот видите сейчас вот летают у меня тут почвенные комарики я с этим уже смирилась и никак особенно не борюсь знаете когда бегония обработала закрыла сюда дверь после этой обработки мошки стало намного меньше ну и напоследок покажу вам рассаду которым не находится на кухне и в столовой на окнах здесь не все рассада есть видите уже такие вот цветущие варианты желтая и латиорка бегония примылка продолжает свести которую я в обе покупала это вот у нее прям такая явно выраженная вторая волна вот здесь у меня виола которую я высадила уже для постоянного выращивания эта корзиночка у меня будет стоять на кофейном столике который будет стоять вот в этом месте я там пока еще веду работы крашу опору для розы и еще ее не подвязала вот здесь вот одна петунька у меня петхуа yellow надо здесь вот прищипочку уже сделать здесь два ранних перчика это перчик такой мелкий по типу помидорок черри знаете он такой оранжевый и мелкий его очень много на кустике вот его бы уже честно говоря высаживать на место либо нужно переваливать посмотрите сколько здесь корней ну скорее всего перевалю потому что у нас такой холод на улице что я даже вот ранние томаты не могу высадить в теплицу тут все цветет на другом окне я вам сейчас покажу уже помидоры висят в общем пересыхает очень быстро здесь трехлитровые горшки здесь вот второй это был самый такой худенький у меня томатик вот ничего он здесь прям так ринулся в рост видимо вот это вот южное окно она все-таки дает о себе знать там у меня на восточном окне стояли им было маловато света а это маришенька каждый день приносит маме цветочки а это подарочек от моей подписчицы лерочки телеграме показывала такой замечательный кувшинчик будем сюда цветочки полевые собирать еще одно окно это уже столовая здесь баклажаны и перцы но они вот такие небольшие я очень этому радуюсь потому что высаживать я их буду ну не раньше чем после 9 мая потому что ну вот так вот каждый год более-менее нормальная температура положительная устанавливается где-то середины мая поэтому даже в теплицу я не тороплюсь ничего высаживать его тем более такие теплолюбивые культуры а баклажаны вообще пойдут на улицу поэтому им еще расти и расти целый месяц здесь на окне но я когда все по вытаскиваю я их тут расставлю им будет где тут развиваться в общем пока все по плану идет а вот так вот выглядит ранний томат верочка посмотрите тут уже кисточки все полностью завязались ничего не осыпалась хотя вот сейчас вижу сейчас вот вижу что вот здесь вот цветочек осыпался но у меня тут пару раз пересыхало очень сильно и вот видимо да да это из-за того что прям до паникания листьев засыхал томат вот и видимо из-за этого скинул именно вот в этот момент формировалась видимо кисточка ну ничего страшного очень понравился томат тем что такой он выносливый то есть видите даже в стадии рассады спокойно завязывать помидорки главное не давать пересыхать это ботянька но я не знаю наверное что-то сбросит будем заглублять но такие вот большие уже томаты надо надо высаживать и несмотря на этот холод как-то высадить и укрывать вот потому что уже терпеть дальше некуда ну и здесь еще чуть-чуть перца вы знаете я в этом году очень много посеяла перца потому что маришка ест его как яблоки да и нюся любит и вообще все у нас любят болгарский перец последнее время поэтому я в этом году очень много посеяла вот будем заряжаться витаминами ну что ж друзья на этом я свое видео заканчиваю благодарю вас за просмотр и всего вам самого-самого доброго спасибо